Единственное, кто может привлечь Точаряна и Сарксяна к уголовной ответственности, это военный трибунал Азербайджанской республики. Никто другой этим вопросом заниматься не будет. И, соответственно, задачи Азербайджана заключаются в том, чтобы этих людей, во-первых, ну понятно, что ваша генеральная прокуратура отправила запросы на экстрадицию в связи с совершением преступления против человечности. Я думаю, что очень многие страны, получившие эти запросы, их исполнят в случае, если Точаряна или Сарксяна окажутся на территории этих стран. И, естественно, по той же самой причине они никуда не выезжают за территорию Армении. Естественно, из Армении их никто не выдаст. И вообще, сейчас правосудие может состояться только в отношении тех лидеров карабахских армян, которые были задержаны азербайджанскими спецслужбами и азербайджанской армией по осени прошлого года. Другой альтернативы я для себя, точнее, для этого процесса не представляю. Единственное, конечно, может быть такая ситуация, что ваш президент одним из условий подписания мирного договора с Арменией, после уже того, как завершится процесс определения линии государственной границы между двумя странами на местности, может быть и потребует выдачи этих двух деятелей как организаторов хаджалинского геноцида. И вполне возможно, что власти Армении на этот шаг пойдут. Но не сейчас, не здесь и не в нынешних внутриполитических обстоятельствах, которые сейчас существуют в Армении и в Ереване. Понятно, что если из-за того, что произошла делимитация границы и армянам пришлось отдать или уйти из четырех сел, хотя это полностью соответствует всем международным нормам, Внутри Армении мы видим три месяца внутриполитической турбулентности, протестов и в принципе, ну не могу сказать, что экономического кризиса, но существенных политических угроз экономической деятельности. А если выдадут Кочаряна и Сарксяна, то там, извините, начнется полукриминальный, полуофициальный передел экономического наследия, передел собственности, а это уже точно будет очень серьезный экономический кризис. И в этом смысле накладывать один кризис на другой, Пашинян, как разумный все-таки политик, как человек, который прекрасно понимает свои перспективы во власти, чем они связаны. Ну и в принципе и ваш президент, как разумный политик, он тоже понимает, что это для Пашиняна будет самоубийством. И в силу всех этих обстоятельств, естественно, сейчас говорить о выдаче Кочаряна и Сарксяна в Азербайджан нельзя. Но я думаю, что в определенной перспективе, если еще Армении будут предложены какие-то очень серьезные экономические и финансовые преференции со стороны Азербайджана, Турции, России и Ирана за этот шаг, то, естественно, это все в перспективе может очень даже быть. И все-таки Хаджалинский трибунал, о котором я говорил еще в 2017 году, в какой-то обозримой перспективе все-таки состоится. Сколько бы времени ни прошло, про Хаджалинский трагедию, азербайджанский народ никогда не забудет, с учетом того, что главные участники этого трагедии, такие персонажи, как Бакус Акиан, в том числе его преемник Райкар Туниан, находятся в Азербайджане в бакинской тюрьме, я с вами соглашусь, что не исключен тот факт, что Серж Саркисян и Роберт Кочериан также окажутся в соседних камерах с Араиком Артунианом и Бакус Акианом. Я благодарю вас за ваши комментарии. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо, приглашайте, всегда готов с вами к сотрудничеству. Всего доброго, до свидания.